x5 диалог 2022 продолжать свою работу и еще одно видео на тему логистики и цепочки поставок добрый день добрый день игорь каких результатов удалось добиться в рамках развития коллаборации с поставщиками в торговой сети пятерочка и какие вызовы в последнее время пришлось решать мы знаем что двадцать второй год был непростой это продолжение череды начали начавшись с двадцатого года это сначала ковид инфекция локдаун и так далее другие проблемы в этом году это было февральские мартовские события изменения в структуре брендов часть брендов ушла возникли российские производители другу другие бренды параллельно мы в пятерочке смотрели на свое себе пи нас то что мы предлагаем клиенту становись ближе к клиенту делаем сейчас акцент на доступные товары отдельно смотрим низкий самого сегмент отдельно смотрим чтобы ассортиментной матрицы было понятно клиенту потому что мы разговариваем с клиентом языком полки и соответственно часть ассортимента в этом году мы как мы считаем излишнего в том числе сократили оставили простой понятный чтобы можно было всегда любимые товары найти на полке вот в рамках вот этой турбулентности которые вызваны и внешним изменением мировым и санкционными изменениями и нашими внутренними корректировками задача цепочки поставок была доступность товара на полке чтобы человек который пришел в магазин всегда нашел свой товар несмотря на драматическое падение сервиса стороны поставщиков объективного вызвана объективными факторами наша совместная работа она позволила тем менее товар на полке иметь доступность практически не менялась незначительно уменьшалась а сейчас выросла еще выше чем в прошлом году то есть можем сказать что товар на полках есть товар на полках можно найти любимый товар те бренды которые ушли их заменили поэтому я оцениваю результаты как достаточно хорошие в том числе благодаря взаимодействию с поставщиками это такие проекты как имплант такие проекты как совместное планирование прогнозирования сокращенно cpfr которые позволяют нас с топовыми поставщиками обмениваться информацией в режиме онлайн и позволяют быть более прозрачным друг для друга что является основой для высокого уровня сервиса и обеспечения товара на полке какие цели вы себе ставите и в частности в сеть пятерочка с точки зрения развития сотрудничества диалога с партнерами на ближайшее время потому что все равно без качественного диалога строить сеть большую трудно это правда мы сейчас очень большое внимание обращаем на прогнозы продаж и чтобы этот прогноз был не только наш внутренний дел но и чтобы мы его показывали поставщиками обсуждали с поставщиками есть про то прогноз продаж магазинов есть прогноз заказов поставщикам соответственно что поставщики знали через месяц через два месяца не только ближайший свой заказ который они должны или мы их просим выполнить но и какой объем мы у них попросим через месяц через два месяца через три месяца чтобы поставщики своей точки зрения прогнозировали загрузку своих мощностей закупали ингредиенты закупали значит планировали производственные линии и вот это гарантия гарантированные объемы либо прогнозированные объемы которые мы даем вперед мы начали отдавать в этом году на высокий сезон Это более 30 поставщиков у нас в этой программе участвуют, и мы планируем в следующем году это расширить, чтобы быть более прозрачными, более открытыми для поставщиков, и это использовать в том числе и упрощение работы как для нас, так и для них, сочетание end-to-end цепочки. Как говорят, от грядки до полки или от производителя до полки, чтобы это была единая цепочка, понятная для всех, чтобы не было каких-то волатильности выборов или внезапных сверхзаказов или слишком низких заказов, которые поставщик не ожидает. Такая прогнозируемость позволит поставщику более равномерно планировать свою работу и фактически давать более высокий сервис и даже где-то оптимизировать свои издержки, что отразится на цене в конечном итоге на полке, более доступные цены. Все-таки вот сокращение вот это 15%, но это приличная история, и, соответственно, пришлось очень здорово перестроить систему закупа, да, то есть я понимаю, что те предварительные прогнозы, которые ранее были исправлены на основании ковида, там еще что-то, то есть вот все, вот накопленная база, она вообще перестает работать, вроде как. Все-таки, что ключевого вам пришлось поменять, чтобы справиться с теми вызовами, которые в том числе ваши внутренние изменения подействуют? Да, мы меняем сейчас, в этом году мы внедрили новый инструмент прогнозирования спроса, новый инструмент пополнения магазинов, они стали более точными, более современными, цифровыми. Плюс, так как мы в пятерке сейчас используем децентрализованное управление, пять территорий у нас находятся, соответственно, мы создаем такие логистические подразделения внутри, в том числе и прогнозируемые люди, которые занимаются прогнозом спроса, они ближе к клиенту, ближе к магазинам, находятся там на местах, территориях. С одной стороны, это у нас, скажем так, более качественные инструменты и люди, которые ближе к магазинам, не где-то в центральном офисе сидят на всю страну прогнозируют, а которые сидят непосредственно в территории и понимают, чем дышат их территория, чем дышат их города, которые рядом с ними и так далее. А второе, это именно работа с поставщиками, то, с чего я начал, это большая открытость, это совместная, когда мы смотрим на цифры, в том числе используем диалог по x5.ru, нашу платформу, где можно, подключившись, видеть и факт продаж, и прогноз продаж, и обмениваться всеми информацией в онлайн-режиме. Это позволяет, собственно говоря, справиться с этими изменениями, о которых вы говорите. Ну вот, в части, мы работаем весь день на x5-диалог, но практически немного поговорили непосредственно на самой платформе x5-диалог x5. В части развития этого инструмента, какие моменты вы сможете для себя наметить на следующий год, или какие уже были сделаны, о которых вы считаете важным поделиться, для того, чтобы поставщикам еще более было понятно, зачем подключаться, в том числе и некрупным, да, к такому инструменту? У нас была только что сессия «Круглый стол», где мы с коллегами не только рассказывали поставщикам, как это хорошо и здорово, а другие поставщики, которые пришли, которые в эту программу уже вошли, подключились к диалогу, подключились к программам, которые на базе диалога можно создать, это совместное планирование и прогнозирование. Коллегам рассказывали, что первый диалог – это данные, то есть это массив данных, которые можно использовать по всем магазинам, фактические продажи, прогнозируемые продажи, запасы, остатки и так далее, и так далее, все логистические параметры, которые позволяют понимать, что происходит. Дальше эти данные надо использовать. Соответственно, поставщик использует это либо сам, ну, мелкому здесь это сделать может быть где-то сложнее, но мы готовы помогать. Здесь у нас есть несколько программ, это программа «Имплант», программа «CPFR», дальше мы вместе смотрим эти данные и делаем выводы, что дальше делать, чтобы повысить сервис. То есть там повышается и точность прогноза, и доступность товара на полке на нескопроцентных пунктах, и даже рост РТО статистически значим на нескопроцентных пунктах, что дает на самом деле миллионы и миллиарды рублей в выручке годового мысль отчислений. Поэтому это все инструменты, без которых в современном мире невозможно со всей этой турбулентностью справляться. То есть это цифры и процессы, которые позволяют эти цифры использовать. — Ну и в завершение нашего такого коротенького включения на тему цепочки поставок, все-таки какие короткие прогнозы, пожелания к себе и коллегам на следующий 2023 год? — Точно у нас будут еще изменения в стране, в мире в 2023 году. Безусловно, нам нужно быть гибкими, нам нужно быть открытыми. Здесь мы еще не знаем, с каким проблемами столкнемся, но вот эта гибкость и открытость, и партнерское взаимодействие, и в том числе, когда мы с партнером откровенно говорим и делимся информацией заранее, и вообще в едином контуре работаем над общей цепочкой и общей задачей, позволит нам, я считаю, в следующем году быть такими уже успешными и даже более успешными, чем в этом. — Спасибо большое. — Спасибо. — Еще одно включение на тему диалога X5. Следите за всеми эфирами, которые мы готовим в рамках данной конференции, и до встречи. — Субтитры сделал DimaTorzok